долгие годы моих экспериментов просто разоряли мою семью вот эту фразу горькая фраза я слышал если не тысячи то сотни раз не рассказывали я за свою жизнь потратил а ты еще деньги были настоящие это не создайте как часто их 9 до 20 30 40 тысяч сада нет второго сада 20 вот вот это вот я сейчас каждый день получаю понеску таких писем поэтому я вас назвал элитой вы должны продолжать должны я сгораю на этих самых таких вот учебе и вы сгораете распространяйте и помогайте людям носите соседи трудно их трудно переделать детей за детей беритесь смотрите теперь я могу отличить узбечек от сибирских сортов ну да я же показывал узбечек большинство наших салона покупала именно их ведь они мощные драма сильно двухлетки продают у меня правда однолетки такие же как у них двухлетки но это исключение в правил сегодня мы себе имеем небольшой питомник внимание почему я хочу чтобы человек мог зарабатывать сейчас поймете появились постоянно клиенты но это конечно так сказать капля моря обо мне знают советуют растения сейчас покупаем землю хотим посадить плодовые я сейчас припоминаю там речь шла о розах по моему розах розах вот ну по крайней мере не о плодовых так еще тут есть еще где-то были еще 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 были эти самые письма и и поэтому я только запомнил что розы для меня самое страшное вот нам нужен свой круг почему хотя это глаз мой пустыня почему потому что невыносимо гигантские объемы с голландии других стран этих же самых роз это ужас какой-то и я вообще бы запретил но но разоряет страну ведь все деньги найти откуда берутся эти цены дикие мы же платим за импорт рублем так ведь оценники переписывают как а потому что заработав любой руб тем более украв его тут же бегут менять и никогда не остановится это это самое падение рубля и превращение уже не деревянная уже не знаю какой он возьмите венесуэлу мы опять к ней идем мы с этого начали миллион миллиард процентов это мы герой у нас пять процентов десять это инфляция у них миллиард процентов откуда мы идем почему а потому что вот купили бы на день рождения розы у светланы да и не купят потому что сейчас я не умею не знаю как выращивать розы как вот и какая там себестоимость я другой пример приведу но может быть чуть позже нет прямо сейчас смотрите сергей со своим напарником на коленях начинает мороз где-то делает сотню прививок питомники да то есть не позволяет ноги спина вот хотя он молодой человек и тот же мне присылают ролик как это делается в той же голландии саженцы приводят станок три секунды там все это срез и обмотка срез обмотка три секунды ну сравнили теперь сколько будет их не саженец стоит ну подумай что они все весь миллион умрет до последнего это же узнают потом когда деньги отдадут на 500 рублей умножаем на это самое на миллион вот уже полмиллиарда только однако фирмочка да вот уже полмиллиарда они уедут из россии опять подскочит рубль а вот здесь вот это подвес предательство всех начинают этих контрольных служб и так далее вот а теперь вот как я реагирую видите ведь они при их этих самых масштабах и при их них этих как бы сказать производственных масштабах и скорости и не сравнится цена никогда вот поэтому вот это я написал видеть ладно что вы думаете я снова от нее получаю письмо и опять про южанки от хорошего вот это страшно я почему второе письмо тоже цитирую это страшно я знаю уже три крупнейших питомника ладно там помните сотню называл назовите раз теперь на интернет-магазин и якобы питомники которые украли мои фотографии еще броска латинкова ну то есть своих садом а то нет а рассаженцы иначе они перекупщики вот но когда мне пишут давай я консенсию там вот тут того похвалили а он же перекупщик проверять неудобно ведь и фамилию не называю и питомник но когда крупнейшие питомники и вот она пишет как бы в эту же самую от знакомого знаю что южный миссаренцы приторговать и крупные питомники наш не его советка не исключение что надоело выращивать ничего не утверждаю у меня есть подозрение тоже я не могу отличить на рынке точно знаю что плакаты да и саженцы то есть такие саженцы в магазине но там уже это самое название уже крупнейшего питомника а те которые на улице уже ясно я же прикалываю скажите что узбеки я никому никому не скажу они одни и те же я ничего понять не могу но ведь это же полный краха а вот собирал этот самый путин собрание там в краснодарском крае саженцы подарили они покупали тебе саженцы подарили узбекские которые сдохнут или уже сдохли как же это случается то хоть кто-то бы сказал да пока не закроем эту лавочку у нас не будет садов чего там заседали чё толку то у нас же не будет садов у нас же они же миллион из миллиона мертвых 10 миллионов это 23 миллиона хозяйств 23 миллиона посаженцы купили 23 дачники только они считающие это самое лично подсобных откуда здесь возьмется это все не выдержал видите нам своим сибирькам продавать на дрова а вот я про розы разружу розы которые не надо укрывать но дальше не буду рекламу делать прочтете вот есть этот самый как он называется электронный адрес все и это был мой долг теперь ближе к делу это уже чисто так сказать агротехника делал о чем и так вместо мягко говоря ну вроде бы без колтай это как бы сибирский рай это как крым для украины так алтай для сибири казалось бы ну уж там то вот и что вы думаете 42 43 так а было еще где-то там пониже еще упоминалось все покруче и страшные ветра значит что они делают доль забора за ветрозащита и сосен правильно сосны зимой иголки не теряют но это долго правильно ветрозащитные щиты метра полтора вот каждый год присылайте фотографии чем дело конечно бы надо ну конечно сложно если сад там ладно там даже полсотни щитом может сделать но они будут падали ой как их трудно сохранить в органных ветров еще труднее чем саженец мы с этим потом столкнется вот есть такой момент это на риска на риска мое наблюдение там делали так дорогу заносила потом выкапывали по несколько лет комбинат стоял подвоза нет потом придумали щиты но не сплошные щиты у них ниже там до 8 метра или полуметра я уже не помню точно хотя я наблюдательный в этих делах про проскакивать то есть получалось выселение ветра и он проскакивал и эти были голые но это одна крайность а другая крайность заключается такая делюсь своему негативным опытом когда на острый процесс пошел тут же начали воровать и начали падать от ветра просто капулировка падали чем по принципу чем лучше чем массе саженец выше естественно парусность больше тем быстрее он падал вот я до слез доводился в себя понятно палки потекал подвязывал потом перешел на лучше капулировку то есть как бы замочек своеобразный делал как бы сказал какой-нибудь плотный стало покрепче получше но они по качеству практически не отличимы хотя нет все таки просто капулировка два одинаковых косых среза накладываешь вот тут уж конечно это с качество сшивания или как срастания бейли чаще выше чем лучше капулировки но опасно в ваших местах а что получился снегозадержанием когда меня достал этого росту а по краям сад 5 гектар а еще гектар прихватизировал так случайно вот получилось 6 по краям у меня воровали вот у меня опыт кстати он пошире пошире это когда первая града сделал побыстрее это три ряда колючей проволоки оказалось они не держат коров даже молоденьких бычков проходит тосквозь даже не замечает вот там были потери и потери страшно было когда первый сделал 200 саженцев я привил отдельно сделал школку тут же накопал в лесу рядом этих диких сибирок тут же их привил пошло почти все уже опыт был я начал то не первый год у меня был удачный опыт я сделал специально ну все сейчас это будет а на острове ветра гуляли еще так я взял сделал сплошной забор высотой 1 метр со стороны ветра а в те годы то сейчас у нас тогда иногда снег бывал такое то колено даже бывало и даже до следующего места а и в этот год как раз на валю навалил снега намело снега и практически кое-где верхушки торчали метр полутора на метровая саженцы явно были закрыты когда пришла весна они были изломаны по принципу знаете как вот я попробую показать с помощью вот этого с помощью это курсора вот так раз 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 на 10 вот так вот были почему то ну то есть я понял снег садился от макал замерзал давить давил и вот так вот ломали причем из 200 150 было сломано вот по снег то я спас там пониже отрезал почему земли вот тогда осваивал эту обрезку при пересадке то есть не было бы беды беда помогла и вот значит вот этот момент так что насчет щитов тут поаккуратнее но сломает такой парус что любой сильный ветер снесет однажды придете ни щитов не саженцев все перекалечит не знаю как вы их сможете а вот что касается не сплошная еще такой момент как-то варежского не спешите говорить что хотите спасибо то я поначалу первые эти вебинары гнал как вот смотрите когда-то я пришел такую вещь я был маленький я даже в школе не учился называлась юный натуралист во и там значит учили тоже как ни странно садить деревья и у ограду как делать вот в когда сплошная понятно забором есть забор вот а есть такое понятие ветрозащитность слово еще такое ветроломное иногда то упоминает иногда то но смысл такой забор не сплошной а щели ну допустим два пальца получается что со всем махом ветер летит он снижает скорость и то есть упирается этот ветер в забор и проходит в виде скрузничка а дальше было очень грамотно написано даже не ожидал потому что это лет 50 назад я читал вот а потом что уже нет застоя воздуха который дает что дает простор и выживание для насекомых для плесени для грибов для это самое лишней сырости и так далее а остается сквозняк то есть сильный ветер превращается в легкий сквозняк вот ну я это запомнил я дальше все заборы деревянные заборы до последнего времени ставил вот и они всегда мне были со щелями то есть вот это момент и вот если ветрозащитные щиты вы хотели делать сплошнее это опасно а если делается со щелями то нагрузка упадет например на одну треть эту половину и может быть даже хитрый наклончик небольшой сделать чтобы скользил ветер но и так далее вот мои соображения так сказать старого садовода так но все лишнее вы прочитайте сами потому что всегда есть чем поделиться так что спасибо я вам что-то объяснил в общем вырастить можно и второе важнейший момент это для вас людмила вот эти вот низкорослая крона да сейчас объясню почему вот низкорослая крона я уж так вот низкорослая крона на дальнем плане там штамповые деревья вот это вот куст 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 это вишни степной вот вот низкорослая крона вы помните я вам показывал там семинары там лежала здоровенное полено и вот это было прижато к земле вот мне нужно было учебный снимок я и рассказывал учебный снимок а вот эту прижать туда не нашел когда пришла весна полено убрал уже мой раз два там десяток уже можно покушать перчики тому кто никогда и сроду не ел вот поэтому получается что вашем случае а кстати начнем дальнем плане это срубленное мной это шелковица мужское дерево сколько лет я ждал от него чудо ладно это отдельный разговор ну и наконец вот допустим волочная вишня да тоже почему я так говорю сейчас поймете вот но это уже будет следующее про вишню пригодил двух случаях вот объясняют там пониже и будет одно письмо или тут или еще ниже а вот это тоже кстати можно назвать низкорослая да но это просто уже другой оперы это другой оперы найду не найду нет ладно короче скажу тут и так где-то ниже есть письмо тоже из знаковых потому что мне пишут ушевой когда-то я же как ничего есть ранний поздний хотя вроде быстрее нас вечером все сравнивают но у меня тут павел троценко знаете что сделал взял начал рассылать мои статьи по самым крупнейшим изданиям у которых сотни тысяч этих вот вот три отправил получил три ответа меня поразило то что все три написали а он от моей имени писал запросы будете ли публиковать все три ответа примерно звучали так да конечно мы вас знаем вы же легендарный железо я даже в шоке был потому что обычно от простых людей спасибо от них вдруг такое услышать от крупнейших издательств то есть знают другое дело смотрите я действительно до сих пор у многих фазенда газета которая была крупнейшая в свое время и которая печатала меня порядка 100 статей подряд во всех номерах не меньше 100 а может 150 кто еще там бывало по 2 то есть я был гвоздем программа и не обязательно мои вот эти вот газетная страница попадали уже на гвоздь туалет туалете не обязательно до сих пор вот приходит письмо а вы же в чем писали что надо все три я не зря вам просто сейчас разговаривал у меня много фотографий но я боюсь публиковать потому что на давление подскочит видеть это красоту до пожара страшно вот сейчас а дело было так то есть почему вы валерий константинович писали что надо делать формирующую блеску первые три года сейчас пишите что вообще не надо или пишите первый год объясняю у меня получилось как это тоже вот как бы без тех фотографий трудно есть фотографии где у меня там они старые человек сделаны этим как он называется этот мыльницы помните ну то есть печатали где-то но цветные вот там ряд пропашка ряд пропашка это один момент еще я не могу их здесь показывать иначе в этом вообще не знаю надеюсь померять саду а вдруг сейчас увижу и скоро вызовут поэтому я сделал проще так на пальцах и так остров это был сплошной ветер круглый год я схватился за голову да я посадил я подробно говорю это же касается многих из вас будущем а может уже и сегодня и завтра я посадил три ряда сосны они так а я садил густо специально это одно из моих наблюдений чем выше тем выше поперли вверх ширь некуда мешали друг другу три ряда метр на метр на метр шаг немножко типа шахмат и получилось мощная ограда первые же годы но закрыть полностью 5 гектар она не могла вот первое же когда у меня пошли в рост первый же год после прививки особенно на второй год когда они покрылись листьями первый второй год начали падать от ураганных ветров самый мощный тогда я сейчас же не просто железо хоть мне говорят что я какой-то металлург но я же это необычный металлург я изобретатель а чё тут изобретать взял вижу что это по школе я много школу перенес ну например это рычаг архимеда знаете да дайте мне рычаг перевернуть земной шар до земного шара не дошло я когда над на половину начал обрезать саженцы привиты на месте они пересажены привиты я потом которая пересаживая вообще на две трети делал я же помните рассказал школка то была который вот тогда еще поломал этот вот и получилось так что это они перестали падать первое они пошли в ширь ширше вот шире шире и значит падать они перестали тогда же я заметил такую вещь именно тогда вот обратите внимание на эту палку да вот она рядом у меня на острове каждое саженцы было прибито рядом две палки деревянные вот палки которые даже учат и должна быть металлическая это дурь вот и прошел так вот саженец подрастает все вам уже палка не нужна а палку-то некогда отцепить и где-то на третий год она падает и уже не саженец за палку держится а это самое а палка держится за саженец дальше бы упала она же привязана вот примерно так и тогда до меня дошло что такое коррозия металла мы же проходили то и в школе то и в институте что такое коррозия деревьев это уже мое попробуйте найти где-нибудь кроме меня кто-то бы написал есть коррозия дерева есть корневая шейка корневая шейка это самое прочее место в дереве на дереве и то что она гниет это не потому что она должна была гнить граница сред самая агрессивная среда граница между воздухами землей особенно важно и вот тут-то корневая шейка когда эти шарни с ней закопаны извините в 18 раз ну я не могу успокоиться когда же кончится это матом жаль и вот тогда получается она действительно держит держит вот помните самое начало не листать туда нет где это все-таки по листу тут не так много вот это вот спасибо тимошки фотографировал все подряд а я пришел домой и смотрю вот она видели вот это саженец знаете почему он засыпан снегом сейчас меняться будет это моем же саду а знаете почему то потому что дорожку чистили каждый год уже не я я там учитель не гость а вот чисели язык закидали вот результат а тут-то чисто 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 поняли и вот я к чему говорю вот это все у меня шло с острова тренироваться на одном питью сажда или просто почитать книгу а потом учить других это предательство почему потому что самое главное это увидеть что что нужно не просто прижимать земли сейчас покажу как она получается вот жалко я специально не готова в общем так это не то дело короче у меня когда дерево начали распластываться этого еще было мало я еще подрезал так что я заметил но это как эксперимент не все калечил у них начали утолщаться ветки и штамп и скелетные ветки и на третий год еще больше и тогда я наконец а у меня же был уже урожай пошли а дерево то продолжает расти не только в шире а и вверх и все таки не падают ураган и ветер их не трогал это я вот говорю для для человека для беляевы да то что отбивает весь свет это касается тоже сюда вот чем ближе к земле прижимается уже поняли для нормального хватит пересадил пол кроны чик приживется более-менее нормально если корни еще хуже если узбекские не дай бог надо девяносто процентов срезать хотя любой кто слышит как с ума сошел железом как можно отрезать такая красивая а ветка его и все а продавец сказал что корни дерева не нужны главные кроны а корни нарастут ага сейчас и вот получается так как надо отвечать для ветреных районов то правило мое старое три года нужно укорачивать вначале центральный проводник потом боковые ветки но это случайно но в самом смысле надеюсь вы поняли ну а насчет того что отбивает ветер согласитесь что ветер на высоте 1 метр 2 и 3 метра это совершенно